Доктор Ольга Белоконь «Я беременна. Что делать?» Предисловие Не судите строго, это мой первый писательский опыт. Мне хотелось дать вам максимальное количество полезной информации, хотелось уберечь от лишних тревог и волнений, дать оружие в виде знаний, которые помогут вам не волноваться зря, не делать поспешных выводов и принимать правильные решения. Я искренне надеюсь, что у меня это получилось. Я благодарна вам за выбор моей аудиокниги и за ваше доверие ко мне как к специалисту. Я долго думала над логикой этой аудиокниги. Как структурировать в ней информацию? По каждому анализу, обследованию, диагнозу, лекарственному препарату, по каждому отдельному пункту у меня море информации. Для меня важно разложить ее по полочкам, ответить на все возможные вопросы. За время работы врачом я знаю их наперед. Объять необъятное, все разжевать и положить готовое вам в рот. Книгу не нужно слушать от первого пункта до последнего. Есть общая информация, которая будет актуальна для всех. Питание, прием витаминов и микроэлементов, физические нагрузки, путешествия, перелеты, безопасность УЗИ, генетические скрининги, прививки, ОРВИ во время беременности. И будет много разделов, которые не нужно слушать, если вас эта проблема не коснулась. Резус-конфликт, истмика, цервикальная недостаточность, преэклампсия, маловодие, многоводие и некоторые другие вопросы. Я надеюсь, что книгой будет очень удобно пользоваться. Местами она очень сложная, потому что это все-таки медицинская книга, а не история моей жизни. Мне хотелось вместить в нее по максимуму всю полезную информацию, которая вам может пригодиться во время беременности. Первая глава — это буквально список необходимых обследований во время беременности. Остальная часть книги будет посвящена подробным пояснениям и предостережениям, и мне кажется, что мы с вами поговорим обо всем на свете. Обследование перед зачатием. Думаю, что многие из вас приобретут эту аудиокнигу еще до наступления своей беременности и захотят сдать анализы, чтобы более тщательно к ней подготовиться, что очень правильно, современно и ответственно. Далее я перечислю основные обследования, которые я обычно рекомендую своим пациентам. Стоило бы отметить, что единого подхода в этом отношении в мире нет. Нет утвержденного перечня обследований для всех, поэтому я беру на себя смелость и публикую свой список, исходя из имеющихся научных данных и моего практического опыта. Со своим лечащим врачом вы можете создать свой, что-то добавить, что-то убрать, это нормально. Мы ведь все разные, у каждого свои сопутствующие заболевания, своя история жизни и прочее. Вы должны понимать, что эти обследования по большей части не являются обследованиями, которые гарантируют наступление беременности или отсутствие бесплодия в будущем. Отнюдь. Понять, есть ли у вас бесплодие или нет, можно только после того, как вы будете иметь регулярные 2-3 раза в неделю незащищенные половые контакты с экуляцией во влагалище на протяжении 6-12 месяцев. Заранее узнать о бесплодии невозможно. Исключением являются только те ситуации, когда есть уже известные аномалии развития половых органов. Отсутствует матка или маточные трубы или, например, были проведены какие-то операции, удаление маточных труб с обеих сторон, удаление обоих яичников, вмешательство, вазоктомия, допустим. Есть известные заболевания или патологии, которые делают наступление беременности невозможным и прочее. В остальных случаях, если вы условно здоровая женщина и ваш партнер также условно здоров, даже если вы сдадите все известные в мире анализы и пройдете все известные обследования, это не гарантирует наступление беременности. Существуют причины бесплодия, которые являются сложно диагностируемыми или не диагностируемыми вовсе. Но я не хотела бы останавливаться здесь на этом подробно. Все-таки речь об обследованиях перед зачатием, а не о проблеме бесплодия, который можно было бы посвятить отдельную книгу. Поэтому вернемся к нашей теме. Если обследования делаются не для выявления бесплодия, зачем тогда они нужны? Затем, что некоторые состояния, заболевания могут осложнять течение беременности. Краснуха, гипотириоз могут отрицательно сказываться на вашем общем состоянии и, как следствие, состоянии плода, анемии, могут требовать лечения до беременности, чтобы во время беременности для плода было меньше рисков, туберкулез, ВИЧ и другое. Что я рекомендовала бы исследовать? Первое. Анализ крови на ТТГ. Сдается в любой день менструального цикла. Скрининг заболеваний щитовидной железы. Ее правильная работа очень важна для нормального развития эмбриона плода. Интерпретировать показатели ТТГ необходимо с вашим врачом, акушером-гинекологом или эндокринологом. Существует много нюансов, и для того, чтобы не возникало путаницы, писать нормы ТТГ здесь не буду. Про скрининг заболеваний щитовидной железы и нормальные показатели ТТГ во время беременности. Слушайте в отдельной главе. Скрининг заболеваний щитовидной железы. Второе. Обновить флюорографию рентген органов грудной клетки. В странах бывшего СССР уже не один десяток лет есть эпидемия туберкулеза. Туберкулез может быть у кого угодно, у самых здоровых и у людей из самых благополучных семей. Так что не думайте, что это вас не касается. Касается каждого без исключения. Это крайне важное ежегодное обследование для каждой из вас. Чем раньше начато лечение, чем раньше выявлена болезнь, тем лучше будут результаты, тем выше ваши шансы на выздоровление. Третье. Анализ крови на иммуноглобулин класса G, кори и краснухи. При отрицательном результате вакцинации. После нее надежная контрацепция 1 месяц. По истечении 1 месяца вы можете приступать к попыткам зачатия. Вакцинация безопасна. Она защищает вас от тяжелого течения инфекции, готовит армию антител, которые будут готовы бороться с врагом, вирусом. Если вы с ним встретитесь, если вы никогда не болели ранее краснухой и не делали прививку, и вдруг во время беременности заболели краснухой, это может быть чревато очень серьезными последствиями, вплоть до гибели плода. Слушайте подробнее в отдельной главе. Поэтому сделать вакцинацию очень желательно. Четвертое. Анализы на инфекции, которые передаются половым путем. Мазок из влагалища на выявлении методом ПЦР качественно. Первое. Микоплазма гениталиум. Второе. Гонокок. Третье. Хламидия трахоматис. Четвертое. Трихомонада вагиналис. Очень важно перед обследованием на протяжении двух суток не применять препараты местного действия. Кремы антибактериальные, свечи, гели и прочие. Не спринцеваться. Воздержаться от половых контактов. За 21 день до сдачи анализа не должны быть использованы антибиотики. Также можно сдать кровь на выявлении. Гепатита B. Первое. HBSHG. Или второе. ПЦР. Вирус гепатита B качественно. Гепатита C. Первое. ИФА. Суммарные антитела к гепатиту С. Иммуноглобулин класса М. Иммуноглобулин класса G. Или. Второе. ПЦР. Вирус гепатита C качественно. ВИЧ. ИФА. Выявление антител к ВИЧ. Сифилис. ИФА. Суммарные антитела к трепонема полидум. Ни один из этих методов обследования не имеет стопроцентной точности. Результаты могут быть ошибочными. Это зависит от вида инфекции, времени, когда было заражение и когда после него сделали анализ. Сделали раньше времени. Получили ложный отрицательный результат. Соблюдение всех правил подготовки к анализу и правильности забора материала персоналом. Бывают ошибки лаборатории. Мы живем в мире людей. В случае малейших сомнений анализы лучше пересдать. Пятое. ПАП-тест. Плюс, если у вас есть возможность, сдайте анализ на ВПЧ. Результат ПАП-теста действителен минимум год. Можно избежать его сдачи во время беременности. ПАП-тест позволяет выявлять предраковые и раковые заболевания шейки матки. Если что-то будет обнаружено, желательно полечить это все до наступления беременности. Подробнее обо всем этом слушайте в моей аудиокниге «Я женщина. Все о женском здоровье, контрацепции, гормонах и многом другом». Шестое. Посещение стоматолога. Лечение и… или профессиональная гигиена зубов. Также необходимо начать принимать фолиевую кислоту в дозе 0,5 микрограмма в сутки, хотя бы за 1-3 месяца до зачатия. Можно сдать общий анализ крови, если последний раз вы его сдавали очень давно, более года назад. Можно исследовать уровень ферритина, если вы из группы риска по железодефициту и железодефицитной анемии. Нормы ферритина – от 30 микрограмм на литр. Лечение и консультации у смежных специалистов. Если у вас есть хронические заболевания, сахарный диабет, болезни почек и прочее. Можно сдать иммуноглобулины класса G к таксоплазме цитомегаловирусу и герпесвирусам, чтобы понимать, была ли встреча до беременности с этими инфекциями. Но в целом это не обязательно, так как специфической профилактики не существует. Надо ли проводить какие-то генетические обследования, чтобы устранить, уменьшить риски генетических заболеваний у вашего будущего ребенка? Здесь вы должны понимать кое-какие важные моменты. Существуют заболевания, которые возникают спонтанно у эмбриона, и они не связаны с хромосомами генами родителей. Например, синдром Дауна. В 99% случаев это случайность, возникающая на этапе развития самого эмбриона, и это нельзя предотвратить. Так бывает, риск в популяции оценивают 1 к 1000. И статистика всегда была, будет, плюс-минус в этом плане неизменно. В связи с этим, конечно же, никакое обследование родителей до беременности не проводится, потому что таких не существует. И возникновение этой патологии с родителями не связано, за очень редким исключением. Вдаваться в подробности не буду. Скрининг этих заболеваний, трисоми, проводится уже во время беременности, УЗИ плода плюс кровь из вены матери, НИПТ или обычный биохимический скрининг. Слушайте подробнее в главе про генетические скрининги. И по результатам оценивается риск наличия хромосомных заболеваний у плода, высокий и низкий. А по результатам диагностических исследований, амниоцентез, кардоцентез, биопсия хориона, эти заболевания могут быть выявлены или исключены. И существует заболевание, которое называют моногенными. Они наследуются от мамы с папой. От них плод получает патологические гены и возникают только в том случае, если у родителей есть определенные гены. То есть это не случайность, а унаследованное заболевание. Именно моногенных заболеваний можно избежать, если проводить скрининги у партнеров до наступления беременности и информировать будущих родителей. Кому следует пройти скрининг и какое должно быть ваше отношение к этому и вашего лечащего врача. Рекомендации COG Каждой женщине следует предоставить информацию о генетических скринингах на выявлении здорового носительства патологических генов. После консультации вы можете отказаться от какого-то конкретного или вообще от всех скринингов до и во время беременности включительно. В идеале скрининг и консультирование носителей следует проводить до беременности. Но можно это делать и во время беременности, особенно если срок беременности небольшой – до 12, до 16-17 недель. Скрининг – это простое действие – сдать кровь из вены. И не такое дорогое, хотя все относительно. Первично скрининг делает один партнер в паре, чаще всего женщина. Если по результату скрининга выясняется, что один из партнеров является носителем определенного заболевания, второму партнеру тоже предлагают скрининг для того, чтобы мы понимали все возможные риски и могли составить прогнозы для вашей будущей беременности. По результатам скрининга с вами обсуждают возможные варианты для снижения риска возникновения заболевания у будущего ребенка. Существует всего два заболевания, скрининг на которые показан всем женщинам в мире без исключения. Это спинальная мышечная атрофия – СМА, муковисцидоз – МВ. Также существуют более расширенные скрининги для людей из определенных этнических групп – африканцы, евреи-ашкеназы, азиаты и прочие. Или с определенным анамнезом. У мамы преждевременная необъяснимая менопауза в возрасте 35 лет, например. Или среди ваших родственников есть люди с фенилкетонурией и прочие. Или для желающих знать больше. В этом случае перечень обследований будет подбираться конкретно для вашей пары. В него может входить скрининг на сидром ломкой икс-хромосомы, болезнь Тея-Сакса, Каравана и другие. Здесь вы идете на консультацию к генетику и определяете свой маршрут. Генетических болезней более 7 тысяч. Почему вы про одни пишете, а про другие нет? Да, болезней много, но в скрининг входят только те, которые являются наиболее распространенными. Если частота встречаемости других болезней 1 к 100 тысячам, разве логично рекомендовать скрининг всем подряд? От всего не убережешься, лучше жить в сладком неведении и не трястись по поводу и без. У каждого человека свое лучше. Ни я, ни вы, ни мои коллеги не вправе за кого-то что-то решать, рассказывать миру о своем отношении и мироощущении. Что этично, а что нет, что должна или не должна делать та или иная пара. Каждый человек имеет право на информацию, и что с этой информацией делать, решает только он сам, исходя из своих возможностей, убеждений, желаний и прочее. Наступила эпоха геномной медицины. Она быстро меняет будущее всей медицины в целом. Мы должны хотя бы немного понимать эту область и быть в курсе последних достижений. Как и все остальное, развитие и появление чего-то нового имеет свои этические, правовые и социальные последствия. Но мы с вами не так глубоко копаем и обсуждаем тот минимум, который должна знать каждая из вас. Рассмотрим чуть подробнее спинальную мышечную атрофию, чтобы на ее примере вы поняли, как проводится скрининг родителей до беременности и какие вмешательства вам могут быть предложены, если вы с партнером окажетесь носителями патологических генов. Спинальная мышечная атрофия, СМА, генетическое заболевание, при котором происходит дегенерация клеток передних рогов спинного мозга и двигательных ядер в стволе мозга. Эти структуры контролируют мышцы дыхания, глотания, движения рук и ног. СМА приводит к атрофии этих мышц и их сильной слабости. В зависимости от типа СМА может возникнуть тяжелая инвалидность, либо смерть. СМА не влияет на умственные способности человека. Есть четыре типа СМА. Первый тип. Наиболее распространенный и самый неблагоприятный. Проявляется с рождения. Дети являются тяжелыми инвалидами, не могут сидеть, стоять, ползать и обычно умирают в возрасте до двух лет. Второй тип. Дети нуждаются в помощи при ходьбе и стоянии. Их продолжительность жизни сокращается. Третий тип. Меньшая инвалидность. Могут даже стоять самостоятельно, иногда без посторонней помощи. Четвертый тип. Дебют в зрелом возрасте. Наиболее благоприятные прогнозы. СМА вызывается изменениями, называемыми мутациями, в гене SMN1. Гены – это инструкции, которые контролируют функции тела или физические характеристики. Например, цвет глаз. У человека с СМА есть две неисправные копии SMN1. Одна от отца и вторая от матери. Что значит быть носителем СМА? Носитель – это человек, унаследовавший одну здоровую копию и одну неисправную копию гена SMN1. Примерно от одного из сорока до одного из шестидесяти человек являются носителями СМА. Если оба родителя являются носителями, у них есть шанс один из четырех иметь ребенка СМА, то есть 25%. Примерно от одного из шести тысяч до одного из десяти тысяч детей рождаются СМА. У члена моей семьи спинальная мышечная атрофия. Увеличивает ли «это мой риск иметь ребенка с этим заболеванием»? Да, СМА – это наследственное заболевание, и у вас высокий шанс быть носителем генов СМА. Скрининг носителей – исследование, определяющее, есть или нет у вас эти гены. Исследуется кровь. Скрининг позволяет узнать шансы на рождение в вашей паре ребенка с генетическим заболеванием. Скрининг не может ответить на этот вопрос со стопроцентной точностью. Кроме того, если скрининг покажет, что оба родителя являются носителями, результаты не могут сказать вам, насколько серьезным может быть заболевание, если один из ваших детей унаследует его. Продолжение следует...